Так, Дмитрий Константинович, это вы, Дмитрий Константинович. Я так, почему-то в России возникает объективная сложность, которая касается вопросов обеспечения главного участника. Далее, в связи с жилья, состройщиком уже подкорблены. Мы тут вообще группа компаний, все, КТБ, КТБ, КТБ. Все, КТБ, 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 КТБ. Но, хочется сказать, что та информация, которую я обладаю, конечно, из сферы вкуса, слышит спасибо, что мы с нашли время подъехали. Она как раз является классическим примером, как мне кажется, к семейных споров, отрезок конфликтов, которые приводят через разрушение общественности в бизнесе, когда никто помещенком может не останавливаться, остаться мещенком. Самое главное, это создает учредник. Помимо того, что присутствующие здесь руководители и учредители, они фактически не могут идти по консенсусу, предложить какой-то дорожный кард в инвестии. Насколько мне известно, встречается, общается только в формате, когда их приглашают, правительство, прокуратуру, не спорно, не спорно, это все не переживает, но они будут сказываться на общую ситуацию. Я еще раз повторю, которое может закончиться тем, что нет ни Виктория Константиновича, ни Константин Викторовича, они чего-то приобретают, кто-то потеряет. Не знаю, кто тебе руководит, у нас здесь еще один учитель отсутствует, отсутствует. У нас болело. Я имею в виду 12%. Ну, у меня есть бабушка. Другая. Ну, сколько там ни было. Информация разная. Абсолютно здорово. Я так понимаю, Игорь Негода тоже очень прислушиваются, и, по-другому, а прислушивание к Игорь Негода, он тоже тоже может быть негативным, негативным, негативным отрушаемым. Он создавался в этом бизнесе, в общем-то, в Индии, он создавался, когда-то просветающим предприятиям, он сейчас находится в какой-то ключе, в какой ситуации. Я не могу сказать, что это не всегда. Я не могу сказать, Правильно? Да, я. Я не могу сказать, Информация неправильная? Перевернули. Можно, да? Конечно. Значит, в 2018 году остановили стройку и мы встречались с того, что у наших партнеров сказали с проблем в том, что они в инфляции были в результате мы пытались интеллировать, и все, 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 и все. в 6 месяцев и строили в одной последней части на одну дверь, и потом приехали в инфляцию. Эти два дома имеют дочку и нас утвертили просто партии, и сказать, застраивали. В 2019 году при продлине разрешения на строительство из двух застройщиков изъяли деньги и пускать деньги, на которых стоит дом, которого достаточно будет строительство 100 метров обнулили, 100 метров в минуту только и в результате, когда мы получили разрешение строительства, мы увидели, что мы застройщики здесь видим и в дальнейшем нарушениях мы написали в e-mail в десятки процентов мы написали вам предъявили что надо перед администратором вливаться деньги и мы сильнейство строили впереди пытались выстоять все, что можно из всех предприятий и в результате мы выбираем автомобиль. Это просто касается обмана строительства значит два дома пятый пятый дом 90 пятый 248 человек и первый 165 того 473 человека поэтому вдруг дали значит Александр Михайлович появился в москрепорации дам и пришли к выводу его можно застроить действительно что при продаже деньги по 26 то выводить надо определенные если дорогу продавать то в принципе хватает и по рекомендации циану за это сделают дел мы собрали со своей стороны 662 миллиона 705 всего 662 минус 700 705 минус 662 это доля циана мы отдали 384 квартиры на первом году 11 неживых примечений 17 квартирных побед то есть когда возник вопрос о том что причем один вопрос решаем новый является заставкой когда возник вопрос по аресту или приостановки судебными приставами процедур правда они были 16 в апреле на сеансе в апреле а 19 они остановились быстро вчера были на 4 членов пристав они нам сказали что это не давали отменить свое разрешение ну вот собственно говоря мы нашли замену дело в том что в свое время мы достраивали за этап согласия администрации но так только 2 членов пока 2 членов и 2 членов стали критические нам указали на то что мы строим обман то есть восстанавливаем дом с обманутами дочки мы расстроили все и не церет компенсации для жильца и так далее мы не получили и попали на 33 миллиона значит сегодня мы 20 квартир на сумму 33 миллиона отдаем для Александровичу значит если будет проблема с странами в которой мы компенсируем эту сумму и и и тот дает цветок который мы оставим так что у нас в этом плане квартира да квартира да квартира да 50 квартира ну не вот приостанов вот что не говоря надо было и я просил и и министерство и представитель правительства по одному метру 154 и 99 и все и мы застройщики мы продолжали строить дом коммерчески выгодны от тех от той утопии которая начинала значит мы 141 миллион за счет перепроектирования с экономией 141 миллион значит дом получает низную ледину баланса а скрыгивает поэтому за счет квартиры которые приостановка регистрации это произошло хотя в принципе я еще раз подчеркиваю передали 16 и 19 и дальше ничего наложили и останутся вот собственно говоря это был документ и не 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 видят это действие поэтому они наложили статей статей документов которые не будет сейчас они не могут на и в Мэри, я еще раз говорю, я пытался призвать Мэри выделить по одному метру. По одному метру проблем не было. Мы как строили, так продолжали строить. Деньги и продаж боталов на этом. Но мне сказали, что это консенсорно, то есть уже история актуальная. Мы вчера сказали, что подавайте на нас в суд, приставах. По всей видимости я не могу сказать результат, но на сегодняшний день ничего не мешает строить. Там хватает форме на этого решения. Решение суда, чью пользу не должен производить. С вами, а вопрос не решает. Развеем. Подписал я выяснил, в чем вопрос. Вопрос в том, что я приехал в совещание, которое мне сказали о том, что вы выходите из засрочков. Ветер мне приносит документ о том, что мы разливаем ветер. Я говорю, как-то так вы выходите из засрочков, а тут подлинные люди. Сейчас не говори. Но потом выяснил, что опять переграли. То есть, которые вам об отмене решения сейчас, сегодняшний день, да. Записал. Записали? По той. А тут. Во три решения. Ну, это так самое. Ну, как вы видите. Ну, еще вы зацепляете под вельцем подолад. как удвоемый суд, вытянет сотрудничество на восстановление права, хотя не обретено на восстановление права человека, желающего преобнести. Дело в том, что она не может закрутить договор, а в том числе, что мы готовы еще не имеем. А какой программа, у меня, значит, у вас есть? 69-й. Дело в том, что... Вот на каком методе вы говорите? У вас там нет? Я принесу. Значит, был 59-й год, на котором стоял, то есть, был замечательный дом. Разрешение на строительство первоначальности в 15-м году приступил и 132-й год, который вообще никакого отношения к этому дому не имел. Потом их 132-й год получили разрешение, потом 132-й выделили, и он продолжал строиться на 60-м году. 132-й выделили, и потом с ним начались учреждения. его разделили, и они продали, потом опять вернулись. Но решение прокуратура произошла с ним. И вот этот 132-й участок болтается, и тогда мы получали разрешение на прогнение рядом с 99-й участок, который является собственностью всеанцем, который в свое время мы и перетеряли. 99-й. Чтобы его не потерять, вместе с 69-й. Делали просто. Его взяли в 15-м. Потому что в 69-й в прокуратуру не будет. И вдруг присернули в 99-й. Чтобы достроить. И маленький кусочек контакт станции в 154-й. Вот и все. Есть ли права контакта? Мы владеем 3 владельца 69-го, но все равно владеет 69-го, а мы нет. А разрешение их на строительство? Ну, отсутствуем как. Застройство владеет земля, вот эти вот эти вот условия. Вот и все. Нам было с самого начала. Мэрия не имела права выпустить разрешение на строительство без нас, как застройщиков, без земли. Это глубейшее нарушение. На что я указал, меня подставили. Надо было исправить по одному метру. Тем более, что с окончания строительства 69-го века, в 99-й, а нам достаточно одного метра и найти двух участков. Приятного. Дело в том, что изначально один из моих участков на краю, а этот из моих участков, глава лица. Циан обращался к ЖДК, и говорила, вступайте со мной в долю, чтобы хочешь, что ты на этом из моих участков было всего три юридических лица, чтобы тогда он обращается опять в какой-то следующий участок и готов, и по предначению. Насколько я поняла, Циан ответ от ЖДК, не получил ответа. При этом ЖДК 3 обратились к ЖДК, где на них появилось какое-то решение на строительство, где на них появилось какое-то решение на строительство. Причем, гражданин, который, в общем-то, хочет приобрести квартиру в эту долю, в эту логику, и при этом отменяет разрешение на строительство по строительству. Здесь можно себе подназначить на какой-то метр на строительство. То, что, по-моему, по строительству. Я не взял. По смене правду. Но метр просто чуть-чуть сменит. Хоть долю какую-то, чтоб их было трое. Хотя бы на метр с каждым двеном участке. То, что нет. То, что нет. То, что нет. То, что нет. Программа. Мы пошли в реакционную, когда будет у вас право на ответ. в реакциях они в реакциях мы вас тогда начнем продавать. Вопрос в чем? Значит, Наталья их все знает. Дело в том, что мне принесли предложение, что за право обладать по метру на этих двух участках я должен подписать новые соглашения, при которых доля их увеличивает в 5 миллионов до 6 миллионов метров. когда мы вам покусульку земли дадим. Вот собственно это то есть я должен был снять еще перед маршем году почему? Потому что я тогда получить по одну метру земли я решил сделать только хотел тогда сейчас мы видим два выхода наделить по одному метру землей управляет свою ошибку критическую и все встает на свои места это первый и второй момент по всей видимости если процедуру квартиры не пристава не отменить значит надо я не знаю и сход надо с ними как они предпендовали опускать или кто пациент требует приставы чьи решения выполняет Витя Константинович? Да Ну все уговорить и так и все и так так помню значит в 67 лет проработал 34 директора и в 61 с учетованием завода 34 лет в 67 лет я бросил оставил на наследника в хозяйстве и отошел в отдел и и и и на следующий год я начал делать приведение и выяснить то значит это вопрос теоретичных планов первый звоночек был перевозчик кричан приписал перевозок на 43 миллиона я в лидерских проверках это видео он привел ко мне что ради бога у меня было детей не убивать но тем не менее мы ходили в суд там два уголовных дел 19 миллионов прокуратура каждые три месяца проверяла соответствие у нас все соответствовало управление внутренних дел проверяла с этим делом ездили в мосту в главные средства нам тоже не 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 вот понесли тегерскую прокуратуру и следы которые два года занимались и сказали пиши на отмену граждан гражданской правовой отношении переводить все он на гражданской правовой адвокат написал вам потом я написал вам но скончилось с тем что меня на 73-м году близне вызвали заделить уголовное дело на сегодняшний день мы назвать не могу а что ну людей сейчас на текущих не вот на сегодняшний день значит ему передано 81 миллион взятых запорок дело в том что предприятие сезонное мы зиму не продаем рискну накапливаем за счет оборотов а потом осенью у нас идет спрос а когда начались иски значит он создал несколько ИПР вокруг предприятия на которые выводил денежные средства задолженность и при его увольнении я видел что все те компании которые он является владельцем я их всем долг я купил оконное производство она умерла и всего и оконное производство выисли 57 миллионов я должен удастся выясняю цену 50-60% выше чем все остальные но с перевозками я уже рассказывал и эта самая фирма 3D которая высосала 47 миллионов то есть я семь организаций фирма который у нас есть с внука подставили мальчишка денег конечно там 36 миллионов фирма и вот какую компанию не возьми начинает начинать делать пришлось расстаться и вернуться в 70 лет вернуться вновь и на работе на третий ну собственно а когда начались истины его отношения с предприятием московский банк зонорек прекратил кредитование и написал новый граф более жесткий граф на который я ездил в Москву два раза и сказали ну уберите уголовные дела мы вам от спасаем прежний граф ну в декабре у нас на заводе налоговая арестовала счета и 6 месяцев мы за счет бактора за счет потребчика тянули рассчитывали что весна прийдет сейчас начнется все будет просто а 22 июня нам отключили светлые угла нам давали долг 2 второе мы распустили людей они предупредили сегодня кончается два месяца мы угоняем всех сотрудников и двери накрытая чайная нервная ручка производственная двери ну он говорит только горный как ты тут верит что это делать сразу ваша любви хочет расплакаться я не буду спускаться до таких моментов все есть объяснение все эти истории плаксивые мы слышали если будет интересно я покажу пальцем куда вы выведены деньги в таком количестве и прочее то есть говорить каких-то баснословных миллионов ну как Константин Петрович любил говорить тут ноготь не растет без меня на этом предприятии поэтому все что делалось и прочее делалось только согласие по указинам ну случилось так как случилось я вот с трудом понимаю меня второй день выдергивать что хотите от меня в этом совещании я понимаю дольщики есть и прочее но все ведет к тому что Константин Петрович в колуарах говорят что сейчас меня все равно на гнуты заставят забрать мои там исполнительные листы ну наверное может быть такое но у меня уже деваться некуда придется мне побороться там есть ряд средств которые можно спокойно достать не то что там от исполнительных лифтов от купится есть пример по кварталу от вас все знают эту площадку где снесли дома памятники на комсомольское Григорьево она была заложена в банке группы компаний они спокойно выплатили этот кредит и забрали ее на третье линии эти деньги никуда не пошли ну это как такое мимолет поэтому слушать эти плаксивые истории о том что говорит о том что мы сейчас здесь уголовные дела возбудим тебя посадят я в этом живу три года в этих судах и больше ничем не занимаюсь то есть есть ряд явно заказных уголовных дел для того чтобы разменяться со мной на что-то но пускай будет знаешь будет бороться обложусь адвокатами всем чем можно в частности на сегодняшний момент я считаю по очень надуманным причинам заказное дело возбуждено на внука то бишь моего племянника пошли допросы пошли клиенты ходят опера говорят вы лучше сам там ничего серьезного нет вы сами сознаетесь обо всем ну детский садик тормозок есть есть ко мне на 364 миллиона от физического лица Светлана Владимировна Колесниченко о том что я заключал договора которые препонесли убытки и прочее там идет суд в частности в этом суде Константин Петрович заявил все же речь послушали а в суде Константин Петрович через представителя заявил что он случайно узнал в конце семнадцатого года что победа строится что это я все намутил подписал договоры ну вот такие позиции мы не раз с Александром Михайловичем еще будучи в Энгельце главой сажал он нас напротив мы договаривались или самогон шпатрируем руки друг другу жалят я говорю Михайлович такого не будет сейчас придет время будет обман он говорит ну ты зайди ко мне скажи я захожу и говорю по факту все что было вечное не сделано в крайний раз это было перед Новым Годом я говорю я устал просто три года я говорю давайте в Новый Год зайдем давайте отсечемся ну после этого пошли опять новые иски новые и прочее поэтому давить на меня можно да наверное где-то есть у меня слабые стороны где-то я может быть прогнуть а может быть и нет но это вдруг так но честно сказать ваши перипетии вот вот я это формат обеспечения особенность не интересует не интересует судьба дочь нам а все остальное сомнитесь строитесь дальше уничтожайте моих проектов здоровья наставка есть вот 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 на все это и попрошу как я считаю что благоразумность не стоит 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 желание вашего конкуренции я пользуюсь я помашу налогу для вас совещания офицеры вы не период 16 с 1 мая 16 года по 300 с процедуру на 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 Было где отношение с организацией, которые оказывают конструкцию. Сумма очень большая, но сейчас поможет. Я не видел, потому что с ним надо было. Что касается головок предприятия. Предприятие в следующий момент должно быть 38 миллионов. В отношении организации в 2016 году было указано заявление о банковстве. Предприятие является 38 миллионов. На сегодняшний момент у нас оснащена компания предприятия. Цена вопросов на 11 миллионов. Помимо этого к этому предприятию будет присоединяться еще организация «Стой Аныш» на миллион 900. И в настоящий момент в случае для себя задолженности стал числом 18 миллионов на порядок 6-7 миллионов. Неинтересный канал. Университет измеренного ресурса «Негресса». Саратов Фонеды. Нет, неинтересный. Это был, что таки крупнейший организация паттиков на МКС «Стой Аныш». Квартиры которых в собственности все зародены в банки. Есть незалоговая вещь в основном транспорт, но сейчас ВАГ и МНУ спорта производства пока не знают, что Бангкорд и люди живут. Это вот что касается производства. Есть строительные компании, как Бангкорд на Северный и Наташа. Какой сок? 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 Все зависит от сегодняшнего заявления. В принципе, вы хотите, вы хотите создать большую сумму. Я бы хотел бы просто вывести вас с комитетом на другое. Площадку для металла пойдет по большому кругу, придется по большому кругу. Но если разговаривать, если здесь полетят, то все будет связываться. На следующем любом случае, не погашенных должностей, будет предъявлено субсидерного бизнеса. Насредством охраняющих учреждений. И, на праву, в том числе, все мы пришли, что дали и дали здравоохранение, чтобы вытащить на даре к церкви. Вот таким вот образом. Поэтому, жалко люди, что все люди не составляют. Я не знаю. Наверное, что Бабероза будет старше, или первых, не греет, не греет, не греет, не греет, не греет, не греет. Но все. Человек, если рассловались. Наши органы, или следы. Они самостоятельные. Никогда приедет. Никогда ни, 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 ни. Ни, 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 ни. То есть, мы расслов Growth over, или не если бы кто-то это. Аксюрили люди, если что-то даже. Нет нас не могу. Поэтому здесь, просто желания нашего героя не Smokov. садитесь рукой на нас, на прокатуру, начать на Министерство строительства государственное предназначение это банкротство, это здесь а ваше внутреннее, семейное, корпоративное, спорное я вас попрошу, если есть какие-то профессиональные обиды, обиды, все еще там бросить, там, во-первых, сохранить не какой-то брэд, как у нас людей, пусть минимальное количество сохранить то, чтобы люди в вашей жизни поучаствовали в старинных берегах на еще берега, что тоже надо обросьте все, обросьте все, какие-то то, чтобы люди в вашей жизни могут договорить ваше отношение встречать все встречи вы всегда я думаю, всего 60 тысяч информацию все эти мужчины абсолютно не ставят понимаете спасибо большое всем всего доброго спасибо